Приветствую зрители и подписчиков моего канала от канала Xenplay Мы продолжаем играть в мод Cazerlux, Cazerlux Expansion За Американскую Империю За Стивенсона И Старый Клан Все как обычно И в прошлой серии мы собственно Выбрали Стивенсона в качестве Нашего следующего лидера Выбрали Старый Клан После смерти нашего Прошлого императора Симонса Теперь мы выбрали Стивенсона Вот И Старый Клан Собственно мы Прокачиваем фокус и восстанавливаем Нашу страну после гражданской войны Конечно же И так далее Ну и еще в прошлой серии смогли вернуть Без войны Мирно Новую Англию Лавкрафт согласился Вернуться В нашу страну Вот Ну и так же остановились мы на том Что кто будет лидером Старых Демократов Потому что у нас же не только Собственно клан Ну и еще и СДП НДБЛ то понятно Что Этой организацией руководит Стивенсона Кто будет Старых Демократами Руководить Но Все таки давайте Нет Стивенсон остается Пускай он Будет и там руководить Так сказать Мы объединим все это Поэтому сделаем вот Так вот Корпоративный патриотизм Если корпорациям позволено стать частью нации Пусть они будут патриотичными Будем координировать свои действия с лидерами Корпораций Чтобы вкладывать средства восстановления нации Вводить протекционизм Чтобы утвержденные государства-корпорации оставались актуальными для обороны и экономики Чтобы было легче создавать проекты общественных работ Опа На Германскую империю еще нападают Русские Российская Советская Федеративная Соцреспублика Во главе с Николаем Бухариным Вот Воюет против Рейспакта Они в четвертом интернационале Значит они с Антанты, с Королевством Норвегии Пока воевать Не будут Ясно Финляндия просто тоже синдикалистическая В четвертый интернационал вступили Ну Кстати забавно, что Карелию русские не потребовали Ну не знаю Выдержат ли Германию? Мне кажется, что выдержат Мне кажется, что выдержат Или подожди Это Германия напала Ааа, так это немцы напали Я-то думал русские Ну не знаю, посмотрим Мне кажется, что немцы победят Капитализм клана Хотя капитализм может быть полезен для развития белого раса Необходимо делать соответствующие пожертвования Пусть ни один человек не станет богатым Если он не присоединится к нашему древнему ордену Не даст лучшую работу своим белым собратьям И не пожертвует соответствующую сумму своему капиталу И пусть рицеры возьмут на себя прямой контроль Над любой отраслью, которая терпит бедствие от белого раса Страна продолжит восстановление после гражданской войны Окей, берем Управление общественных работ Во время гражданской войны была потеряна способность Производить электричество Транспортировать воду И обеспечивать безопасное и эффективное передвижение Но управление общественных работ все это исправит Этот фонд, который гарантирует, что подрядчики будут справедливо платить своим сотрудникам Окей, фабрики тут получим Неплохо Ха, плохо для респакта Литва еще восстает Плюс Беларусь капитулировала Беларутиния Блин, может и плохо будет у Германии Не знаю Ха, Прибалтика тем временем Балтийский последний рубеж создает Литва создает Итальянс А нет, не Литва, а Латвия Латвия создает Итальянс Тут Ригу уже захватили, Латыши И они создат такой единый Балтийский альянс Не, может быть Германии будет и хреново Кстати, французская коммуна отбивает высадки Антанты Но это хорошо, нам выгодно, чтобы Третий интернационал сейчас не проиграл Почему? Потому что мы так на Канаду нападем И Антанта будет не такая сильная Это хорошо Это прям выгодно Расширить трудовые лагеря Число расов предателей, цветных противников Варантия христиан растет И стыдно тратить зря их потенциальный труд Как это делали мы Мы должны опираться на существующие трудовые лагеря Чтобы они наконец могли внести свой вклад В величайшее дело на земле В поиске клук с нацией Чтобы на каждой дороге горел огненный крест Военные заводы Заводы по производству боеприпасов Оружейные склады Сообщают о больших потерях запасов В результате краш Также о трудности конкуренции С иностранными конкурентами Можем исправить первое Не нарушая вторую поправку Установив тариф на импортное оружие Окей, давай Военные заводы тут получим В большом количестве Черные интеллектуалы осуждают нас Из изгнания нас осудил Длинный список черных интеллектуалов В синдикалистских или либеральных странах А Гарри Хейвуд написал Неосегрегация Оружие национального угнетения Продолжение его линчевания Оружие национального угнетения Которое призвало продемонстрировать то Что Хейвуд называет Рекционным террором Овладевшим Соединенными Штатами Даже более явно Чем раньше В то время как Веп Дебуа Дургут Маршал Пытались заручить Поддержку повстанцев В зарубежных странах И написали Также против нас Они потерпели неудачу Свою первую задачу Но преуспели в более поздний Хотя лишь Часть их литература Прошла через Наши запреты Черт Неприятно Главы легиона Время губернаторов И государственных детей Прошло С ними отошли Административные обязанности Младшие вожди Официально являющиеся Членами недавно Сформированных командиров Белого легиона Должны управлять Военно-стратегическими зонами Разбираться с различиями В границах между собой Когда вождь Не решается Не решает это за них Окей Фактические последствия Гражданской войны Будем улучшать Будет заменная идея Черный легион На идею легион Вождей Америки Электрификация Сельских районов Электросеть По всей стране Вернулась к уровню 1910-х годов Это по-американски Мы должны гарантировать Что наши избиратели Могут быть Должным образом Проинформированные О славе нашей нации Естественный закон Целью закона Является не то Что из себя Представляют Либералы И республиканцы А именно Обеспечение равенства Для всех Вместо этого Это должна быть Лучшая защита белых В конкретных случаях Того как Поступать с нарушителями Каждый губернатор Легиона Должен решить На своей собственной территории Что станет нормой Для нижних чинов В судебном Или ином порядке Если конечно Вождь Одобрит Данные вещи Будет добавлен Идея Общее право Ну довольно неплохо Жневный образ Политки Будет давать Факторов Обязанное население 3% Скорость строительства 3% Изменение Максимум командного ресурса Плюс 25 Неплохо Неплохо Ослабить регуляции Двух уровня Система федерального Правительства Допускала Временами Очень жесткие Правила Использования Рабочих мест В зависимости от штата Чтобы использовать Этот неотъемлемый баланс В нашем правительстве Должны позволить Процветать Как крупном Так и малом Предприятии Рыцари-всадники В черном поясе Афроамериканцы Полезный источник Рабочей силы Но мы не должны Забывать Что они представляют Постоянную угрозу Для белорасы Так что Клянусь богом Мы должны напомнить Им об их месте Когда это Необходимо Чтобы гарантировать Что они никогда Не свергнут Новый Порядок Также Сейчас решил Понаграждать Медалями Нашей дивизии В принципе Политку Некуда девать Поэтому Можно Собственно Этим заняться Но уже Многие Дивизии Наградил На самом деле Вот это Прям Нужно Сделать Так Наградил Пока Политвласть Закончилась Надо копить Еще Чтоб Наградить Управление Строительных Работ Америка Как наци Потерял Большую часть Своей рабочей силы Из-за боевых Действий Ничеты Неорганизованных Федералистов Президент Выдвинул Усполнительный приказ Разрешающий Создание Агентства По найму Рабочих Заполняющих Рабочие места Проектов ФНВ Ну и будет Убраны Эти экономические Последствия Гражданской войны Отлично Замечательно Замечательно Великолепно Так Ну что Мы практически Восстановили Территорию Восстановили Америку Ну Воссоединение С Аляской Брать не надо Потому что Мы и так Она у нас И так Находится И так Воссоединились Ну Надо будет Восстановить Порто-Рико Восстановить Тихоокеанские Острова Но Тихоокеанские Острова Это Гавайи И Все остальные Тут Островки Которые Даже у Японии Есть Но главное Это Гавайи Но Гавайи Мы не можем Захватить Потому что Германская Империя Жива А Гавайи Находится В Респакте Ну то есть Это можно Сделать Но не так Просто Ну а Порто-Рико В принципе Можно будет Захватить Оправдать Цель войны И Нормально И вернуть Порто-Рико Это можно Будет Сделать Вот Так Все И мы Поздравляем Мы от Экономических Экономических Последствий Гражданской Войны Восстановились Остались Только Политические Но С политическими Мы тоже Разберемся Вот здесь В этом Фокусе Уберем Борьба с Римом Уберем Политические Последствия Это будет Хорошо Отлично Вот как раз Этот фокус Мы и возьмем Борьба с Римом Римские Католики Считают Что мы Просто Позволим Им Использовать Наш Народ Как блудницы Но это не так Их священникам Будет Предоставлен Выбор Между Обращением К новому Делу Прекращением Любых Контактов С папством И внесением Соответствующей Дани Или Предстать Лицом К лицу С полной Силой Нового Порядка Будет Будет На идее Правила Нон Конформистов На идее Нон Конформистское Вымогательство Забавно Ну а самое главное Мы Наконец-то Политические Последствия Гражданской Войны Уберем Это самое важное Отлично Социалистическим Сопротивлением Было Покончено Отлично Замечательно Все Теперь Нам больше Никто Не сопротивляется Да Нам больше Никто Не сопротивляется Это хорошо Замечательно Но я думаю Что пехотных Армий Достаточно Сколько у нас Пехотных Дивизий 150 Пехотных Дивизий Я думаю Более чем Достаточно Не будем Их больше Делать В основном Дальше Мы будем Делать Морпехов И танковые Дивизии Бронетанковые Так что Замечательная Новость Пока что Так Сколько у нас Шасси Танка Амфибии Очень мало Кстати Че так мало Я думаю Их больше Производится А че Это как-то Совсем Ни хрена Ладно Межвоенный Корпус Спало На боброизорщика Немножко Сократим Пока Производство Наверное Штурмовиков В целом Тоже В принципе Можно сократить Доп Оборудование Да Давай Штурмовики Тоже сократим И истребители Вот так Вот значит Но танк С танков Снимать Нехорошо Сейчас Но На шасси Танков Амфибии Надо ставить Сколько у нас Пехотки Мне интересно 69 тысяч Ну ладно Пока Не 100 тысяч Лучше не снимать С производства Ну все Как-то так Тогда Пока Оставим А не Смотри Слушай Германия Держится Она тут Капитулировала Прибалтику Интересно Ну а Русские Особо Не могут Пробиться Ну потому Что поторопился Русские Ему надо Было Хотя бы Дон Кубанский Союз Начало Сожрать Дальний Восток Сожрать Попытаться Хотя бы Монгольские Земли Какие-то Тоже Вернуть А потом Уже Топать На немцев Но Ладно Значит Скорее Серу Принесут Россию Экспорт Сельскохозяйственной Продукции Да Фермеры В нашей Стране Пострадали От войны Но До этого Они Пострадали От тарифов Которые Затрудняли Экспорт Сельскохозяйственных Товаров Снятие Торговых Ограничений И переговоры О снижении Тарифов С другими Странами Принесут Им Дополнительный Доход Окей Возьмем Данный Фокус В принципе С нами Связались Из Рима Продолжение От Папы С нами Связались Из Рима Через Архиепископа Бостона Уильяма Генри Коннелла Моляющего Нас Прекратить Наше Нападение На верующих После Нашего Последнего Приступа Антиклирикальных И антикатолических Набегов Взамен Они Предлагают Большие Выплаты От церкви Из самого Папства Призывая Свою Папству Не сопротивляться Новому Порядку Может быть Наполнить Нашу Казну Католическим Золотом Было бы Практично Приложать Слепые Нападения Хорошо Но не Хорошо Это хорошо Но мы Продолжим Не Мы Продолжим Ухудшим Отношение С Папой Римским Террор В Рицарях Мы Нажили Столько Врагов Сколько Продвинулись В новом Порядке Однако Пора Положить Конец Растущему К сопротивлению Со стороны Либералов Потенциальных Реформаторов Активистов И групп Которые Всегда Будут Представлять Угрозу Как для Американского Пути Так и Для Вождя Прикашем Легиону Рицарям Положить Конец Этой Беде Раз и Навсегда Очень Жесткая Чистка Тут у нас Против Синтаталистов Синдикалистов Радикально Социалистов Социал-демократов Социал-либералов Рыночных Популярность Разбаза Стабильности Политическая Власть Смеется На 200 Так Куда Нам Эту Власть Девать Непонятно Ски Ресурсом Минус 15 Тысяч Ну Ладно Ааа Так У нас Еще и Дебаф Тут Будет На До 28 Марта 42 Года Аа Ну В принципе Не так Долго Я Думаю Дольше Будет Ну Ладно Ужас Врицаре В общем Ежедневно Просто Политки Падает Ежемесячный Прост населения Минус 120 Фактор Набяз Населения Минус 5 Вероятность Успешного Саботажа Строительство Плюс 20 Процент Стабильность Минус 20 Модификатор Стабильности Расправляю 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 Партии Минус 5 Процент Расправляю Эффективность Производства Минус 20 Ну Окей Ладно Ладно Так Ну Амфибии Надо Прокачивать Нам Обязательно Хотя Нет Это Русским Наоборот Даже Помогло Что Капитулировал Балтийский Альянс Они Тут Проносят В принципе Очень Хорошо Прибалтик Тут Ригу Эту Не Скорее Все Таки В таком Случа Тогда Германия Проиграет Это Точно Это Вполне Вероятно А Тогда Мне Отпал Весь Тогда Отпал Весь Вопрос Брать Ли Протокол Сиона Видишь Тут Чистка Штарейшин Сиона Происходит Ну Тогда Да Это В принципе Тогда Нет Смысла Брать Вот Это Беззаконие Евы Христианская Идентичность Это Фигня Все Ну И Церковь Огненного Креста Тоже Тогда Фигня Получается Тогда Это Брать Мы Не Будем Нет Смысла В Этом Это Ну Церковь Огненного Креста Протокол Сиона Это Лучше Брать Как Раз За Армстронга Ну И Возможно За Соглашение Да Христианский Компромисс Скорее Сего Да Вот Это Именно Для Них Ну И Христианская Идентичность Все Это Да Нам Это Не Надо Брать Я Думаю Чистка Старейшин Сиона Сионские Старейшины Состоящие Из последователей Покойного Герберта Армстронга Объединяются Вследованием Еретической Формы Христианства Пропагандирующей Массионизм И его Влияние А также Заговоры С ними Таким Образом Их Литерство В проведении Чистки Который Закончив Смертью Прижайших Последователей Армстронга Незаконным Закреплением Из церкви И штурмом Их Небольшого Штаба Ополчения Это необходимо Так Террор В Чикаго Великий террор Видел жестокие Чистки По всей Стране Но особенно Выделяется Чикаго Поскольку Черный Легион Пстит тому Что они Считают Бывшим Бастионом Синдикализма Чикаго Массовые В общем Казни Черного Легиона За пределами Города Вызывали гнев Некоторых Которые Считают Что мы должны Заставить их Немного Умерить Пыл Хотя Сам Легион Желает Поддерживать Давление Попросить Их Успокоиться Либо Все В порядке Ха Ну Давай Все В порядке Минус Конечно 16 тысяч Будет Людей Но Возьмем Это Строительные Гранты Небольшие Поселения По всей Америке Не имеют Возможности Обратиться За помощью Если Потребность Немного Ниже Порога Для работы По контракту Наше Лекарство Это Программа Строительных Грантов Основанная Фондом Форда Это Позволит Сообществом Продемонстрировать Надлежащую Потребность И окупаемость Инвестиций В контрактные Работы Так Католические Церкви Атакованы Католические Церкви По всей Стране Но Особенно В стальном поясе На восточном Побережье Время Чистки Подвергались Все более Жестким Нападениям Кульминация Которых Стало Сложение Церкви Непорочного Сердца Марии В результате Нападения На польских Католиков Индианский Клан Из которого Стивенсен Начерпать Свою власть Считает Что мы Не должны Сразу Сжигать Церкви Чтобы Упростить Им Выплаты Но Как Обычно А подожди Что мы Не должны Сразу Сжигать Церкви Чтобы Упростить Им Выплаты Но Как Обычно Но Регион Хотел Продолжить Атаки Обещаю Что Они В любом Случай Вернут Нам Дань Нет Это Нормально Либо Правление В прямом Разрушении Давай Верхний Вариант Возьмем Все Таки Тут Немножко Их Пыл Усмирим О Кстати Немцы Проиграли Японцам В Азии И Япония Замирилась С ними Теперь Нету Германского Стазия Нигде Теперь Тут Японцы Доминируют Вот так Вот Ну да Немцам Совсем Плохо Их И здесь Бьют Они Не слишком Тут Выигрывают Кстати Интересно Что Коммунары Не спешат Атаковать Итальянский Союз Так вот Тут Воюет Против Австрии Ну то есть Они воюют Против Австрии Получается Кролевство Абек Сицилий Вот Они В основном С австрия Тако Воюют А с Немцами Они Как-то Не спешат Наступать Все Я Наградил Все Дивизии Которые Было Можно Наградить Прекрасно Новая Сталинация Я думаю Новая столица Прочитал сначала Как новая столица Наша победа Над врагами Старого клана Официально Закрепила Нашу победу Побудив Стивенсона Признести Речь Об этой Великой победе Ну да У нас практически Закончился Ужас в рыцарстве Практически Со всеми Врагами Мы разобрались Тем не менее У Нас есть Соображение Сделать речь Еще более Радикальны Поскольку Черный Легион И Белой Лиги Желают Так же Новое Имя И флаг Чтобы обозначить Нашу Лояльность Беларуси В то время Как политики Старых демократов Предпошли бы Сохранить Нашу Индентичность Какой она Была Ну давай Сделаем Мы Оставим Нашу Традиционность Давай Все таки Мы построим Новый Порядок Почему Бо и Нет Давай Новый Порядок Построим Так Все Чистка Наша Закончилась Прекрасно Замечательно Военная Первая Нация В то время Как главы Легиона Могут иногда Урегулировать Споры По поводу Товаров Старомодным Способом Они должны Защищать Столицу И территорию Вождя Любой Цной Для защиты От внешних Врагов И в качестве Напоминания Любому Главару Легиона Который Может отказаться Достаточно Глупым Чтобы действовать Против президента Белой Америки Вот так Вот получим Тут военные Заводы Сейчас Ну и 9000 Людей Еще Получим А в Азии В тем временем Восстала Инсулиндия Против голландской Уст-Индии Интересно Кто это делает Либо они сами Восстали Либо это Проделки Японцев Ну либо Они сами Восстали И будут сейчас Спонсировать Их японцы Но японцам Это выгодно В целом Чтобы инсулиндия Победила С кем сейчас Япония Интересно Воюет А не с кем Из таких Крупных держав С респактом Она пакт о ненападении Подписала Ну то есть Законик Замирилась И теперь Она воюет С республикой Бирмой Ну и сейчас Ее захватит Скорее всего Это да Ну а Россия В принципе Очень так Неплохо Тут наступает На Германскую Империю Перехватить Беженцев Мы заняли Своё законное Место В качестве Лидера Человечества Но некоторые Все еще Смеливаются Подвергать Нас сомнению Убегая От нашего Поправления В Южную Америку Без этого Ценного труда Мы не можем Надеяться Сохранить Богатство Для нашего Режима Поэтому Мы должны Инвестировать В расширение Рицарей Чтобы восстановить И наказывать Беженцев Будем На идее Трудовые Лагеря На идее Экономика Принуждительного Труда Вот так Вот Такую Экономику Мы строим В принципе Как в Германском Как в Третьем Рейхе Но это Мы конечно Все Осуждаем Осуждаем И не одобряем И вообще Все что Происходит Здесь Происходит В этом Прихождении Мы Это все Не поддерживаем Это очень Плохо Это очень Плохие вещи Расизм Это очень Плохо Вот Поэтому Все это Осуждаем Так Внутреннюю Политику Старого Клана Мы вкачали Тут остается Только теперь Внешняя Политика Тут Война с Мексикой Золото Цеков Кубинские Богатства С Кубой И Золотой Круг Если мы Будем Гаваной И Мехикой Будем владеть Придется быть Наследники Рицаря Золотого Круга Мы завершим Священную Миссию Золотого Круга Ну и Богатство Африки Либерия Металяфрика Конга Но это Придется Наверное С немцами Хотя Немцы Приграют Это нам С металяфрикой Скорее всего Придется Воевать Алиберия Блин Алиберия Не существует Больше Ее нет Здесь Так Странно Тут как-то Все поделили Они Ну ладно Ладно Ничего Да и здесь Тоже на самом деле Какой-то Бред Выглядит Вревеглазно Но С Южной Африки Понятно Это война С третьим Интернационалом Как-то Как бы Но так Неприятно Да Ну ладно Это не Не суть Важно Главное Тут В Северной Америке Все сделать Ну и Также Естественно У нас Будет Что тут Какие Претензии Мы выйдем Тут На мировую Арену Скоро Тут Что А С Японией Мы кстати Дружить Будем Не воевать Но в принципе Да С Японией Мы никаких Особо Конфликтов Интересов Не имеем Не пускай Заход Ну да Тут конечно Есть Некоторые островки На которые Мы претендуем На Допустим На какой Остров Даже не помню В общем На какой-то Остров У нас Есть Претензии С вами Но На это Можно Забить Из-за Какого-то Жалкого Остров Воевать Не будем Гавайи Все равно Тут Не у нас Поэтому Будем Просто Дружить С Японией Да Они конечно Могут Немножко Испортиться Отношения Когда мы захватим Гавайи Потому что Они тоже Претендуют На Гавайи Но Это ладно Это решим вопрос В принципе Можно договориться Будет с Япой Как там Так Понятно Мы сможем Прогласить новых Частников В наш альянс Посмотрим Но Буров Буров Южную Америку Мы не сможем Прогласить Потому что Там собственно Не буры Сидят В Южной Африке А коммунисты Негры Так Ну и конечно Вот Что у нас Тут Аннексия Будет Против Канады Ну Мексика Понятно Гватемала Панама Коста-Рика Никарагуа Республика Альбадор Гондурас Куба Гаити Доминиканы Вест-Индийской Федерации Центра Америка Понятно Обеспечить Стабильность Наших новых Владений По мнению КВБ Понятно Потом еще Кстати мы На Южную Америку Пойдем Против Венеселы Колумбии Бразилии Чили Короче Против всех Против всех Против всей Южной Америки Мы еще Пойдем Воевать Ну и Напоследок У нас тут Аннексия Британского Союза Но Наверное Все таки С третьим Тренционалом Мы будем Воевать Скорее С Германией Нам не Придется Воевать Потому что С Металяфрикой Это как бы Наша Отдельная Война Будет А вот С третьим Тренционалом Нам придется Воевать Но Хорошо Что Четвертый Интерционал Есть На него Пофиг Нам Будет Окей Ну и Давай Брать фокус Тут осталось Нам докачать В принципе Экономически Фокус На восстановление Только Три Но Всегда Надо Войти Если Вот этот Фокус Нихера Нам не Дает Завершение Реконструкции То что Мы ее Завершили Как бы Но Темпы Исследования И ячейку Я бы взял Ради нее Вот сюда Мы выйдем Так что Давайте Завершение Реконструкции Ход Реконструкции Выявил Истинную Идеологическую Основу И то почему Гуверни Смог Реанимировать Экономику Более Мудрые Составляющие Этих Бюрократов Уже В значительной Степени Проголосовали За НИО Поскольку ВВП Растет А уровень Жизни В Америке Повышается Даже Превышает Довоенный Уровень Берем Этот фокус В общем Короче Я предлагаю На этом Закончить Сегодня Как раз В принципе 30 минут Уже Серия У нас И В следующей Серии Мы уже Будем Уже Расширение Всякое Делать Интересное Тут Пора Будет Но Естественно Начнем Мы с Мексики Из Кубы С Мексики Из Кубы Начнем А потом Уже Пойдем Вот В Северную Америку Будем С Канадой Воевать Потому что Канаду Надо захватить В принципе На Францию Будет плевать На Австралозийскую Конфедерацию Ну не знаю Короче С Антанты Нам придется Воевать Ну наверное С Австралией С Домиеном Дели Мы Просто Мир Подпишем Если Французы Будут живы То тогда Будет хорошо То тогда Можно С Антанты Мир Подписать Хотя В Астанты Индийской Федерации Еще Ну короче Хер его знает Как лучше Ну пока Вот так Но Германская Империя Мне кажется Точно Проиграет Будет Будет Какое-то Чудо Если Какой-то Камбэк Случится У Германии Но это Вряд ли Мне кажется Ну да У Германии Ресурсов Уже Мало Людских Но у Нее Уже Всех Под Ружье То есть Он уже Повысить Призыв Не сможет Поэтому Да Он истощен Жестко По промышленности Да Он как бы Сильнее По Хотя нет У него равная В принципе Промышленность У России И Германии Но Третий Интернационал Он превосходит По промышленности Если что Германия Превосходит Третий Интернационал По промышленности Но Из-за того Что ресурсов Мало Он сейчас Прииграет Из-за того Что Россия Тоже У нее Такие же Такая же Промышленность Как в Германии Вот так Вот такая Ситуация Кстати Там уже Не Не Бухарин А уже Слабон Лазовский Социал-демократ РСРП Ну это Все меньшевики Только Меньшевики Вот этот Социалистической Демократии Интересно Раз тут Бухарин Был Меньшевики Были Были Интересно Победят Ли Потом СССР Потому Потому Что они Выходили Председатель Спиридонов Потому Что Как бы Это Левые СССР Все Создали Как бы Эту Советскую Демократию Что Левые СССР Победили На выборах В России Но Видишь Потом На Советском Съезде Победила Сначала Бухарин Победил Бухарин А потом Видишь Победили Меньшевики Тесно Победит Ли Спиридонова Потом Будет Очень Интересно Либо Опять Бухарин Победит В общем У них Такая Советская Демократия Три Партии Как бы Тут И Могут Меняться РНСП РСРП И ПЛСР Вот Так Вот Еще Давайте На этом Закончим Надеюсь Вам Нравится Это Прохождение Мне Нравится Мне В принципе Интересно Ну И Вот Экшон Будет Уже В Следующей Серии А Пока Подписывайтесь На Канал Кто Не Подписан Обязательно Комментируй Пишите Комментарии Четырех Слов Это Помогает Продвижение Видео И Знайте Что Самое Интересное Еще Впереди И Интересное Точно Будет Всем Удачи И Пока Пока Пока